На улице минус 14, под водой чуть выше нуля градусов. Это черный треугольник, условный портал на пути к мировому рекорду в Арктике. Татарстанские аквалангисты планируют провести под ледяной водой четверть суток. Можно, конечно, взять какие-нибудь подводные шахматы, в них поиграть. Вместо подводных шахмат килограммы снаряжения и костюм с электроподогревом. Погружение для них кажется забавой со стороны. На самом деле это риск и опасность для жизни. Но они по-другому оценивают ситуацию. У нас уже там появились знакомые рыбешки, которые к нам подплывают. То есть мы, когда заходим в воду, начинаем фонарями светить, они уже понимают, что да, тут пришли дайверы, подплывают, ну просто не боятся, рядом с нами плавают. Но сегодня им, похоже, придется потесниться. Кроме основной группы драйверов, через час к ним подплывет страховочная для смены баллонов. И все это на глубине, и так каждый час. А через каждые два они доставляют еду исследователя. Может быть течение, может быть майна схлопнутся. То есть из-за подвижки льда. Понадобится резко помощь кому-то из аквалангистов. У кого-то разорвался костюм, там часть наряжения вышла из... То есть огромное количество этих вещей, ребята их будут отрабатывать. Регулируют вентиль, чтобы он под ножкой оказался. Отработка в Казани для экспедиции в Арктику. А потому на родном озере они симулируют все внештатные ситуации. Можно открыть сейчас? Не надо, не надо. Экспедиция запланирована на следующий год. Слава от Мухаммадулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова